В кёрлинг-центре ледяной куб очень холодно, но на этом льду идёт необыкновенно жаркая игра. Сложно представить, как этим хрупким девушкам отдаётся перемещать камни весом почти 20 килограммов. Все их усилия направлены на корректировку движения камня. По ходу сокомандницы энергично подсказывают друг другу. Эта игра за суперкубок для команд уже третья по счёту. Игра идёт до четырёх побед. Сегодня, как и в первых двух играх, победу одержали девушки из первого состава. Счёт в серии 3-0. В принципе, начало у нас получилось. Шла игра такая, как нам бы хотелось. Мы ушли ровно, но при этом мы чувствовали, что мы контролируем игру. В середине у нас был небольшой провал. Не могу сказать, что прям совсем провал. Но мы немножко просеяли, что отразилось, собственно, на табло. Но мы смогли справиться вовремя. Взяли свои очки и потом уже не позволили сопернику догнать нас. Свои победы команда связывает в первую очередь с большим опытом. Ведь второй состав сборной ещё только начинает совместные тренировки и игры. Мы знакомы давно. И с двумя девочками я играю в клубной команде. С двумя другими играли в прошлом году в такой же резервной команде. Поэтому мы чувствуем друг друга. Но, конечно, собрав пять человек, первый раз вместе, нельзя сразу начать играть хорошо. И мы учимся. И вот этот турнир для нас очень хороший опыт. Потому что команда Сидорова очень опытная. И нам есть чему у неё учиться. Четвёртая игра серии состоится уже сегодня вечером. Для второго состава сборной это последняя возможность побороться за суперкубок. Кроме того, этот турнир даёт ещё и путёвку на чемпионат Европы по кёрнингу, который пройдёт в ноябре в Дании. Галина Захарова, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ.